В этом ролике я начинаю готовить стены под покраску. Каждый этап мы будем разбирать по отдельности все нюансы и тонкости. Ролик будет полезный и интересный, поэтому усаживайтесь поудобнее. Всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик и это канал о ремонте и отделке. Приступаю к работе. Первое, что нужно сделать, это почистить стену от возможного мусора. Даже если у вас была сделана штукатурка, то после штукатурки все равно производились какие-то работы и на стену мог попасть раствор, шпатлевка, гидроизоляция, просто мусор, все что угодно. При помощи вот такого чернового шпателя обязательно чистим стену. Все, теперь стена чистая. Все провода, которые торчат, просто сворачиваете и прячете в подрозетник. Там, где вот такие вот розетки, тоже отсоединяем, изолируем и прячем. Обязательно нужно отключить напряжение. Перед началом шпатлевочных работ желательно закрыть чем-нибудь в подрозетнике, чтобы туда не попадала шпатлевка. Это сделать очень просто. Берем коронку подходящего размера и из какого-нибудь куска пенопласта ненужного, выпиливаем такие кружочки. Чтобы кружочек не застревал в коронке, желательно просто чуть-чуть не допиливать, а потом просто выламывать. Затем просто этот кружочек вставляется в подрозетник. Самый быстрый способ грунтовки это, конечно же, безвоздушное нанесение. Какие нюансы нужно учесть во время грунтовки стен? Во-первых, сопла использую 514, если это касается штукатурки. Если я уже буду грунтовать готовую шпатлевку, то надо использовать 512 сопла. Для основания использую грунт-концентрат ND16, разбавленный 1 к 7. Одна часть грунтовки, 7 частей воды. Этот грунт в зависимости от концентрации можно использовать для разных задач. Для нанесения грунтовки на стену использую безвоздушку, астек-3200. Самое главное правило это безвоздушка стоит в другом помещении, чтобы взвесь грунтовки, которая есть в воздухе, не попадала на безвоздушку. У меня она стоит в коридоре, в другой комнате. Получается, что безвоздушка набирает грунтовку здесь и на нее ничего не попадает, она останется чистой. Давление ставится минимальное, чтобы было как можно меньше грунтовки в воздухе. Запускаю безвоздушку. Для чего у меня в руке валик? Для того, чтобы убирать подтеки. Потому что подтеки в любом случае будут и как только вы увидите этот подтек, сразу же валиком раскатывайте. Также желательно, чтобы был боковой свет. У меня здесь сбоку стоит лампа. Его можно поставить и сразу будет видно, где есть подтек и как наносится грунтовка. Вообще в идеале надо выключить свет и включить нормальную проявочную лампу. Выключаем свет. Просто при таком освещении меня будет плохо видно. Так бы я поставил лампу просто к стене и грунтовал бы. Поэтому это пока все откладываем и включаем обычный свет. Начинаю наносить грунтовку. Если вдруг появляются подтеки, я просто их раскатываю валиком. Вообще, конечно, на штукатурке подтеки не страшны. Подтеки страшны больше на уже готовой шпаклевке. Но все равно, если грунтовка застывает каплей, то образуется бугорок. Этот аппарат я нещадно эксплуатирую уже два года. Все работает как часы. Еще один важный момент. Я в процессе съемки забыл надеть защитную маску. Если вы наносите грунтовку валиком, то все равно, можете ничего не надевать. Но если вы наносите грунтовку методом распыления, то обязательно надеваем защитную маску. Таким образом я грунтую всю комнату. Грунтовка сохнет от двух до четырех часов в зависимости от внешних условий. Следующий этап это приклейка углоформирующей ленты. Если вы готовите стены под покраску, то углы обязательно нужно проклеить углоформирующей лентой. Это ТАФТейп лента Страйтфлекс красная. К сожалению, лента очень сильно подорожала с прошлого года. Наверное, в два раза. Но по внутренним углам аналогов нет. Все равно, используя ее внешнюю ленту на бит, я заменил на пластиковые уголки. Потому что рулончик вообще стоит, по-моему, что-то в районе 50 долларов. Ну, очень дорого. Что нужно для того, чтобы приклеить ленту? Шпатели для нанесения шпатлевки и маленькая гребенка 2 миллиметра. Углоформирующая лента и финишная шпатлевка, на которую мы эту ленту будем приклеивать. На ленте есть разметка для того, чтобы можно было ее зарезать под 45 градусов во время стыковки в углу. Это делается при помощи обычных ножниц. По рисунку просто зарезаете. Также предварительно ленту нужно согнуть. По середине. Здесь есть небольшая фальцовочка. Согнули. Все. Вот согнутая лента готова к наклейке. Сама лента не бумажная, она из композитного материала. То есть она влагостойкая и она очень крепкая. Она такая чуть-чуть резиновая. Ну, те, кто работал с этой лентой хоть раз, они уже от нее не отказываются. Наносить шпатлевку буду на стену вот этим вот шпателем. А большой шпатель у меня будет просто вспомогательный для того, чтобы не бегать к ведру. Я с него буду брать и наносить на угол. Начинаю наносить шпатлевку на угол и приклеиваю ленту. Отмеряю ленту необходимой длины. Предварительно угол надо почистить шпателем, чтобы не было никакого мусора. Шпатлевка нанесена. Теперь излишки шпатлевки снимаем гребенкой. Шпатлевки 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 Излишки шпаклевки сняты. Начинаю приклеивать ленту. Шпателем выдавливаю лишнее из-под ленты. Шпателем выдавливаю лишнее из-под ленты. Лента приклеена. Смотрите, какой аккуратный и красивый угол получается. А самое главное, что этот угол защищен от трещин. Смотрите, какой аккуратный и красивый угол. Смотрите, какой аккуратный и красивый угол. Если по какой-то причине вам нужно сделать паузу, то просто отсюда, из-под ленты, нужно убрать шпатлевку, чтобы можно было подстыковать другую ленту. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Вот как выглядит стык трех лент. Главное, чтобы лента не залазила друг на друга. Если трещина появится, то она останется под лентой. Наружу не вылезет. Угол останется целый. Лента клеится очень легко. Никита, кстати, клеил ленту первый раз. У него все получается. Комната готова. Таким же образом проклеиваем все углы в квартире, где будет покраска стен. Углоформирующая лента обязательное условие подготовки стен под покраску. Получается очень красивый угол, защищенный от появления трещин. После того, как была приклеена углоформирующая лента, можно приступать непосредственно к шпатлевке стены. Эту стену и эту стену я шпатлевал ручным способом в прошлом ролике. Сегодня и вообще во всей квартире я буду наносить шпатлевку механизированным способом при помощи аппарата для безвоздушного нанесения. По этапам все остается точно так же. Единственное, что при помощи механизации это все можно сделать быстрее и качественней. Приступаю к нанесению первого слоя. Шпатлевку буду наносить гидропоршневым аппаратом ASTEC G12. Кто смотрел прошлый проект про хрущевку, этот аппарат видели, я делал на него обзор. Аппарат хороший, неприхотливый, очень простой в обслуживании, а самое главное мощный. Аппарат я подготовил, сейчас мы его поставим там где-нибудь подальше на кухню, чтобы он тут не тарахтел под боком. Шланг длинный, ну хватит его протянуть через всю квартиру. Для высококачественной подготовки стен под покраску буду использовать комплексное решение от компании Sengaben. Первый слой буду наносить сухой полимерной шпатлевкой LR Plus с натуральным рамором. Последние два слоя будут из готовой финишной полимерной шпатлевки VITANIT LR PASTA. Чем отличается сухая полимерная шпатлевка от готовой финишной шпатлевки? Очень часто заказчики на объекте задают вопрос, зачем вы покупаете две шпатлевки? На мешке с сухой шпатлевкой написано, что она финишная и можно подготовить основание под покраску. На самом деле, готовая шпатлевка в ведре, она более мелкодисперсная и твердая. И она позволяет вывести основание практически до идеала. А сухая полимерная шпатлевка, она тоже, ну вроде как ей можно подготовить основание под покраску, но она более крупная и она более мягкая. Если вы, допустим, готовите стены под покраску в офисе, где качество не требуется прям супер идеальное, то тогда можно использовать только сухую полимерную шпатлевку. Если вы все-таки делаете высококлассный дизайнерский ремонт, где будет покраска и требуется идеальное качество, то, соответственно, без готовой финишной шпатлевки в ведрах вы не обойдетесь. Шпатлевку замешиваю с максимальным количеством воды по инструкции от производителя. Шпатлевку замешал, запускаю ее в систему аппарата. Если аппарат долго не работал, то следует прогнать через него воду, чтобы убрать всю грязь, и она не попала в поклевку. Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, шпаклевку я нанес. Сейчас буквально жду чуть-чуть, чтобы она немножко схватилась, потому что если прям снимать на свежую, то снимается весь слой. И мулу стягивать шпателем. Сами видели, что нанесение занимает на всю эту стену буквально 5 минут. Шпатель 80-ка, лезвие 0,5. Я специально наносил негустой слой, чтобы шпаклевка была на сдир, поэтому и светится стена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый слой готов. Так, ну что, я разгладил первый слой. Все, теперь ждем, пока он высохнет. То, что попало на соседние стены, просто снимаю шпателем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова